Шаманы Здравствуйте! Сегодня я расскажу о одном из аспектов учения шаманов Северной Америки, Северной и Южной Америки. Эти животные в традиции шаманизма являются покровителями шаманов. Шаманы, обращаясь к ним, получают какие-то советы, получают какие-то знания, сведения. Они могут с помощью этих духов предсказывать будущее и так далее. Сегодня я проясню в некоторой степени, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Было подобное переживание и у меня. Ещё будучи в монастыре, в монастыре йоги Гуя-самаджи, мой бывший учитель нам всегда давал практики, которые с большим трудом работали или же вообще не работали. И мне приходилось всегда экспериментировать. Я пытался лавировать в вариациях всевозможных медитаций. И во время одной из таких медитаций я выполнял медитацию на созерцание золотого света в области копчика. И во время этой медитации я в какой-то момент увидел себя в облике маленького ребёнка. Этому малышу было, наверное, годика два. Он сидел в позе лотоса, у него было такое красивенькое, пухленькое тельце. И всё это тело состояло из золотого света. И когда я смотрел на этого малыша, как бы немножко со стороны, я понимал, что это внутреннее сакральное состояние души. То есть это символическое состояние души человека. И я видел, как у этого мальчика двигались как-то спонтанно в воздухе руки. Он что-то там выполнял, какие-то свои движения, как бы играя с некими невидимыми предметами. И этот малыш, он сидел в пространстве или же висел в пространстве. И в какой-то момент из пространства, с левой стороны от меня, я увидел выходящую большую чёрную пантеру. Эта пантера, она также шла по воздуху, и она, когда я на неё смотрел, у меня внутри перехватило всё моё дыхание, как бы, ну или же всё моё внутреннее состояние было сковано неким страхом. Или же не страхом, не паникой, а неким оцепенением. Когда я всматривался в каждое движение её шага, движение мышц под кожей, переливы шерсти, очень тоненькие движения, едва уловимые движения ушей, глаз, меня это просто поражало. Я понимал, что вот это вот существо, оно настолько мощное, оно настолько сильное. То есть каждое движение для меня могло явиться, ну просто в буквальном смысле, смертью. Вот такие ощущения я испытывал в тот момент, когда смотрел на эту большую чёрную пантеру. И эта пантера, смотря на меня, в какой-то момент я услышал внутри себя такую фразу, она сказала «Не бойся», то есть «Не переживай», «Не волнуйся». И приближаясь всё ближе и ближе, она всё это время смотрела мне в глаза. Когда же она приблизилась ещё ближе, она легла вокруг этого малыша, как бы таким вот калачиком. И она его, окружив своим телом со всех сторон, и всё так же продолжая смотреть отчасти то на меня, то куда-то в пространство, она таким образом дала мне понять, что она, ну чтобы в принципе мне волноваться не о чем и переживать не о чем. И что со мной в монастыре ничего плохого не случится. То есть она спасёт, ну или же убережёт меня от любых трудностей, которые впоследствии, это было время, спустя приблизительно два месяца начались очень большие трудности в монастыре, и там мне уже приходилось, мне пришлось оттуда сбежать. И она таким образом дала понять, что ты как бы не волнуйся, всё хорошо, я рядом, я тебя охраняю. И на этом моё переживание закончилось. То есть я видел этого малыша, которого охраняла, этот чёрная пантера, я видел невинное состояние этого ребёнка, тело которого состояло из красивого золотого света. И выйдя из этого состояния, я понял, я понял очень глубокую суть всего этого переживания. Или же чем по сути является так называемый тотем, тот тотем, к которому обращаются те же самые шаманы нашего сибирского севера, допустим, или же шаманы Северной или Южной Америки. Тотемом именуется не что иное, как наше внутреннее, подчёркиваю, наше и внутреннее, но грубая энергия. То есть грубая энергия, она не отлична от нас самих, но обращаясь во внешнее пространство, мы имеем свойство эту энергию, или же мы имеем возможность проявиться эту энергию в наших снах. И таким образом шаманы получали далее какие-то сведения и защиту, причём от своей собственной энергии. Но таким же самым образом к этой энергии можно добраться и через медитацию, если, конечно, вы заинтересованы в этом. В моём случае стремления такового не было. То есть я совершенно случайно получил это переживание, я видел эту огромную чёрную пантеру, я уверен, она и сейчас находится где-нибудь недалеко и также оберегает или же защищает меня. Учение шаманизма, как такового, оно не изучено. Да и, собственно, изучать-то некому. То есть наши учёные или же профессора, они не находятся в том состоянии, чтобы исследовать столь тонкие вещи. Но я могу сказать, что как таковой тотем — это наша собственная грубая энергия. Если вы хорошо знакомы с традицией православной церкви, то, скажем так, ангел-хранитель, которого мы получаем во время крещения, который впоследствии с ростом человека, он также крепчает. Чем больше человек молится, он становится всё сильнее и сильнее и сильнее. То есть его ангел-хранитель становится очень сильным, если человек ведёт духовный образ жизни. Если же человек ведёт дурной образ жизни, то этот ангел отходит от него. Или же он становится слабым, и он оказывается не в состоянии помочь этому человеку, поскольку человек является сам по себе закрытым существом. Так вот, если сравнить тотем и ангела-хранителя, то ангел-хранитель является одной из самых чистых, самых духовных энергий в самом человеке. И эти энергии, благословляясь высшими ритуалами или же высшими какими-то практиками, в частности, крещения, эти высшие энергии наделяются некой божественной творческой энергией к выполнению каких-то более глубоких духовных функций. Вот такое переживание я хотел бы вам рассказать. Это переживание, как я уже сказал, случилось 12 лет назад, то есть в 2003 году, когда я ещё был в секте. Далее, в 2010 году у меня случилось другое переживание, но о нём я уже расскажу в следующем ролике. До новых встреч!